Всем привет! Начинаю тут записывать влог еще с отдыха. Уже скоро я уезжаю. У меня тут экстренные сборы. Просто, как вы видите, все собираю быстрее и быстрее. На самом деле я уехала и уезжаю раньше с отдыха в санаторий, потому что у меня неотложные дела в Минске, которые нужно срочно решить. Поэтому, собственно говоря, я уезжаю. И сегодня будет очень такой бьюти-влог. Я сегодня буду на бьюти-процедурах. Сегодня у меня педикюр. Завтра у меня маникюр и коррекция татуировки. Далее у меня также будут волосы, ботекс-волос. Также что у меня еще будет? Покупки вам покажу. Так что, да, оставайтесь со мной. На самом деле еще пару дней назад я была рада, что уезжаю раньше, потому что у нас была очень плохая погода. А сегодня единственный день, когда у нас вышло солнышко и уезжать стало очень грустно. Действительно наладилась уже погода. Наступила весна и стало действительно очень тепло. Сегодня, наверное, градусов 16. Просто невероятная погода. И уезжать уже совсем грустно и совсем не хочется. Все-таки в прошлом году весна наступила гораздо раньше, в первых числах марта. И уже стояла очень прикольная, классная, теплая погода. Мне было очень комфортно отдыхать в санатории в эти числа в прошлом году. В этом году, к сожалению, на две недели все сместилось. Я думаю, что лето сместится тоже. На две недели, судя по весне. Наверное, сразу этот влог хочу начать с покупок. Покажу вам Dolce & Gabbana Tan. Они сейчас у меня нанесены. Это скульптор. Вообще, он идет всегда в коллекции румян. Это оттенок 100, который называется Tan. Очень красивый оттенок, такой коричневый, который дает очень красивую, правильную, холодную тень на ваши скулы. То есть это для скульптурирования. Вот так вот он выглядит. Это самый лучший продукт, который у меня был для скул. И первый раз я его купила, по-моему, в 2012 году. Он у меня был очень много лет. Действительно долгоиграющий продукт. Долго не заканчивался. Потом я его начала заменять на бронзеры. И я увидела разницу существенную. То, что скулы лучше делаются, конечно же, вот такими холодными скульпторами. Холодные скульптуры есть только, наверное, у Dolce & Bane и у Chic. Но у бренда Chic он немножко уходит в такую, знаете, зеленцу. Поэтому мне Dolce & Bane очень нравится. И вот эта вот лимитированная коллекция, посмотрите, какая красивая, стоит он в районе 70 евро. И это абсолютно классный продукт. Вам обязательно нужно его себе купить. И у меня также в планах из этой коллекции еще купить румяна. У меня есть из этой коллекции хайлайтер с корректором. Двойной я, по-моему, уже тоже показывала. Сейчас вам обязательно покажу еще тоже этот продукт. И мне очень понравилось опять пользоваться им. Я поняла, что все-таки это самое идеальное средство. Я больше не хочу экспериментировать. И всегда для скул буду покупать его. У меня сейчас на скулах нанесен хайлайтер. У меня нанесен вот этот скульптор. И нанесены румяна Dior. Такие розовенькие, очень классные. Хочу еще в планах купить очень морозные какие-нибудь румяшки, чтобы они сильнее меня освежали. Но вообще просто идеальное средство. Красивый вот такой стандартный бархатный чехольчик, как у любой люксовой косметики. И здесь мои любимые румяна. На самом деле это контурирующий продукт, но он находится в коллекции Dolce & Gabbana, в коллекции румян. Это оттенок 100, оттенок Tan. Я думаю, что вы его знаете. И вот это лимитированная коллекция с такими розами. Очень красиво. Задняя поверхность зеркальная. Указан оттенок, бачкод, коллекция. Такой очень красивый, холодный, таповый оттенок для коррекции школ. Такой у меня уже был. Я его приобретала где-то, наверное, в году 2015, может быть, и долго им пользовалась. И решила купить, повторить его снова. Потому что сейчас у меня все контурирующие продукты теплые, а я очень люблю холодные. Мне нравится больше, когда холодный оттенок. В общем, очень красивый продукт. Рекомендую вам. Просто топ. Очень красиво. Как вы думаете, что здесь? Клубника в шоколаде. Вот такой букет. И там еще у меня сырый пакет еще. Тоже с клубничкой. Даже сюда на Нарочи доставили вот такую вот красоту. Мою любимейшую клубнику в шоколаде. Ой, знаете, у меня есть несколько страстей жизни. Это клубника в шоколаде, массаж и Нарочи. И вот, конечно, потрясающе просто. Посмотрите, какой красивый букет. Сколько здесь клубники. И это еще не все. Сейчас еще покажу. Ну, красиво же, красиво. Еще посмотрите, какой красивый набор. Такой в морском стиле. Ой, класс. Посмотрите. Очень красиво. Ну, что ж, а я уже направляюсь домой. Наслаждаюсь потрясающими видами и природой республики Беларусь. Очень вам тоже советую путешествовать по Беларуси. Это моя родная страна. Я ее очень сильно люблю. И прям я такая стала патриотка последние годы. Мне очень нравится путешествовать по своей стране. Открывать новые города. У нас очень много достойных, красивых мест. Так что вот я просто наслаждаюсь видами прекрасными. И уже жду встречи со своей подружкой, с которой мы встретимся в Минске. И пойдем скорее с ней посидеть, поболтать в ресторанчик. Погода у нас классная, хорошая, светит солнышко. И сегодня с подружкой мы пришли в ресторан Брауни. Вот такой вот ресторан новый открылся в Минске. Потрясающе зеленый, красивый. Очень-очень достойный интерьер. Очень красивая ванная комната. Так что дизайн здесь просто супер. Очень комфортное место. Находится оно на свободы. Вот такое вот здесь меню. Очень много всего есть вкусного. Мы заказали паштет из куриной печени. Я очень люблю такие паштеты. И заказываю практически в каждом заведении обязательно такие паштеты. Он, кстати, идет с вишней. Очень нежный, вкусный паштет, который вы намазываете на бриошь свеженький. Дальше я заказала себе также ризотто. Ризотто с кальмарами и с вялеными томатами. Было очень вкусно. И также вот такой вот лимонад. Так что мы отлично провели время в Минске. Очень классно. Сейчас еду на маникюрчик. Так что покажу вам сегодня свой новый маникюр и педикюр. Конечно же, после отпуска в первый день я всегда себе делаю новый педикюр. Сделала вот такой вот красивый цвет фуксии. Выбирала из двух. И сделала выбор в пользу нижнего цвета. Он такой более, какой-то более фуксия очень красивый. И вот такой вот маникюрчик себе сделала. Френч. Длинные ногти всегда. Это мои ногти. Я не наращиваю. И оформила также еще стразами. Получилось очень красиво. Обожаю кататься по ночному городу, по ночному Минску. Он, конечно, у нас безумно красивый. И сегодня по плану у меня массаж. Еду сейчас на массаж. Еду в тайский салон. Так что сегодня опять буду наслаждаться. Делать скрабики. Делать уходы за телом. И наслаждаться потрясающим массажем. Расслабляться. Вот так вот выглядит комната. Уже показывала этот салон. Наслаждаюсь сейчас вот чаечком после ритуала тайского. Сегодня все прошло просто замечательно. Я даже немножко приснула от наслаждения. У меня очередные новые покупочки для красоты. Купила вот такой наборчик в своем салоне красоты. Это набор для ухода за волосами. Реконструирующий. Для поврежденных волос. Ну, у всех блондинок считаются поврежденные волосы. Поэтому можно брать абсолютно всем блондинкам вот эту серию. И здесь получается у нас шампунь. 250 мл. Масочка 200. И маслица для волос. Сейчас такая итальянский бренд. Очень качественный. Если вы ходите на уходы в салон красоты, то я думаю, что вы должны о нем знать. Шампунь, маска и масло. Так вот выглядит. Малюсенькая маслица. 15. Где-то здесь миллилитров. Но его хватает надолго, потому что здесь есть пипеточка. В принципе, хороший объем. Что шампуня, что масочки. Хороший бренд. Буду обязательно ухаживать. За волосами. И в процессе вам рассказывать, как мне будет этот бренд. Сейчас я сижу на Happy Hair и на Lador. Мне, в принципе, очень нравится. Но несмотря на то, что меня, в принципе, очень устраивает Lador и Happy Hair маски, я все-таки решила попробовать вот этот бренд тоже. Потому что мне нравится, как моют им в салонах. Очень приятные ароматы. Хороший эффект. Я решила попробовать. Стоит ли своих денег, обязательно вам расскажу попозже. Потому что все-таки Lador. Вы можете купить четыре упаковки. Четыре килограмма. У вас будет четыре литра косметики Lador за эти деньги. То есть даже может быть и больше. Потому что в Lador все по одному литру. Из-за стоимости этого набора можно приобрести четыре бутылки. Причем и маски, и кондиционеры, и шампунь, и масло. Вот. Поэтому, ну, я не знаю, получается данный бренд в четыре раза дороже, чем Lador. Попробуем. Потом вам буду рассказывать обязательно. Но уже тестировать, наверное, буду в мае или, возможно, даже в июне. Потому что у меня очень много сейчас косметики для волос. И чисто физически я не успеваю всем пользоваться. Ну, и, конечно, очередная моя любовь. Просто не могу не поделиться. Мне очень нравится. Редко, когда нравится по качеству косметички. Настолько, чтобы я прям очень была в них влюблена. Очень маленькая, комфортная косметичка от Луи. И я вот здесь, в принципе, уже все сложила. Здесь код оригинальности. И она вся внутри вот такая прям кожаная-кожаная. Вот, все из натуральной кожи внутри тоже. Очень красиво смотрится. Прям очень. Всем доброе, потрясающее утро. Вот так вот быстро сейчас завтракаю, пью кофе. И кушаю вот такой вот глазированный сырочек. У нас за окном потрясающая погода. Сегодня солнышко. У меня вовсю уже идет готовка. Готовлю сегодня всякую вкуснятину. Буду кушать сегодня дома. Это для меня не частый случай, потому что я все-таки люблю доставку заказывать, либо ходить по заведениям. Сегодня решила покулинарить. Так что покажу вам, что приготовлю. Ну а завтра уже пойдем в ресторан. Я приготовила себе шампиньоны. Я их помыла, конечно же, посолила, немного обжарила и затем добавила сметану и еще вместе протушила. Вот, очень вкусно получается. Классное блюдо. Я вот очень сильно люблю. В санатории, кстати, нам тоже очень часто готовят. Но на самом деле я больше всего люблю шампиньоны, как готовлю я. Я добавляю умеренное количество сметаны. И получается не так жирно. В общем, мне очень нравится. Обожаю грибы. У меня, когда идет готовочка, я очень люблю выпить что-нибудь такое приятное. Либо это боржоми, натуральная вода. А сегодня я увидела вот такой вот с натуральным составом напиток с манго и лаймом и лимоном. Вот так вот он выглядит. Сейчас вам покажу. Вот, смотрите. Такого апельсинового цвета. Очень вкусный. Так чувствуется лайм. Очень прикольный напиток. Хороший состав. Так что рекомендую. Я вот люблю дома закинуть сюда ледико, взять вот этот бокальчик. И пока готовлю ужин вот так вот попивать вкусненькое. Что-то такое безалкогольное. Такое, знаете, чтобы оно освежающее было. Мне очень нравится. Именно такое холодненькое. Много льда добавить. Так что классный напиток. Хороший состав. Рекомендуем. Вот. Ну и сейчас буду готовить. Что я сегодня буду готовить? Все вам покажу, что сегодня запланировала на ужин. Сегодня у меня день готовки. Я сегодня готовила потрясающий шампиньон на сметанном соусе. И также сделала грибной супчик. Очень я его люблю. Покажу вам, что я тут наварила. Я уже покушала. Значит, здесь морковка. Конечно же, зажарочка из морковки и лука. Затем здесь картошечка. Буквально одна картофельная. Много грибов. И также есть спаржа. Добавила еще итальянские специи. Посолила. И вот получился такой наваристый супчик. Вот. Так что вкусненько будем сегодня кушать. Завтра оставлять, наверное, не буду. Я не люблю есть вчерашнюю еду. Но бывает, когда много наварю супа, конечно, бывает на второй день остается. Но стараюсь готовить такую небольшую кастрюлю, чтобы хватало, в принципе, на один день. Очень вкусно получается супчик грибной. Тоже вам рекомендую его приготовить. Заказала сейчас свое самое любимое мороженое. Баскин Робинс. Мне безумно нравится это мороженое. Вот если мы берем в Беларуси, мое самое любимое из того, что есть, это Баскин Робинс. Я очень люблю покупать именно вот такие ведерки. И у них всегда очень классные, разные такие вкусы. Сейчас у нас по доставке было доступно два вкуса. Это пролине. Это орешки пекан в пролине с прослойкой из карамели. И также, по-моему, еще баскетбольный мячик. Да, по-моему, такое было. Там с малиной и орешками. Вот. Ну, в общем, я решила вот такое взять. Очень вкусное мороженое. Вот прям мое самое-самое любимое. Стоит оно... Так, сейчас скажу, сколько. 9 евро я платила за килограмм. В общем, очень вкусное. Обожаю. Так, девчонки, я сегодня окрашивала свои волосы. Я вам уже рассказываю, что волосы я окрашиваю самостоятельно. И моя самая любимая краска – это палет. Палет 10.1 – это мой самый любимый оттеночек. Крашусь я раз в три недели и использую обычную одну-другую упаковку. Я не использую осветлители, но раз в год я обязательно чищу корни. И обязательно использую раз в год осветлитель на корешочке. Немножко его потом на все волосы расчесываю, добавляю, да, буквально на 5-7 минут, да, на оставшуюся длину. И затем уже использую краску. Сегодня как раз такой день, когда раз в год я использую вот такое вот осветление. И сегодня я использовала вот этот L-None от осветлитель от Palette. И также, когда я осветлила волосы, то есть я изначально волосы осветлила, высушила их, и затем уже нанесла краску. Наносила я две упаковки вот этой краски сегодня, потому что я красила еще и длину сегодня. То есть я сегодня работала над цветом, над освежением, над очисткой корней, вот, над тем, чтобы выровнять полотно, над тем, чтобы сделать корни более осветленными, более красивыми, более чистыми, более ровными. Вот, так что да, почему я не прибегаю к этому способу ежемесячно, потому что это очень сильно портит волосы. Волосы я не наращиваю, у меня волосы свои. На данный момент где-то около 605-70 сантиметров. Ну, у меня немножко спереди короче, волосы сзади длиннее, у меня такой легкий-легкий каскад. Вот, поэтому, чтобы сохранить свои волосы, чтобы сохранить длину, а блондинкам сохранять длину, это вообще очень сложный процесс, да, нужно обязательно следить за волосами и не пользоваться осветлителями каждый месяц. Вот, поэтому я это делаю раз в год всего лишь, и мне их хватает. Так что сегодня вот был такой день, когда я потратила 5 часов на свои волосы, даже еще и не закончила, можно сказать, еще даже не высушила их. Второй раз, конечно, это процесс очень трудоемкий, потому что нужно осветлить волосы, нужно затем их помыть, нужно высушить, это около двух часов. Дальше нужно опять нанести две упаковки краски, подождать около 35 минут и опять их мыть и сушить. То есть на все у меня про все занимает по 5 часов. Ну и затем я не держу долго краску, вот, затем, если мне все-таки не хватает более холодного оттенка, я добавляю потом чуть-чуть вот этого лореаля шампуня фиолетового против желтизны, вот такой шампунь. Мне, в принципе, нравится, буквально чуть-чуть в конце, чтобы добиться нужного результата. Вот, всем доброе-доброе утречко, я сейчас проснулась и собираюсь в ресторанчик. Перед сборами, конечно, собираюсь больше двух часов, поэтому нужно немножко позавтракать минимально, да, но поскольку готовить я ничего не буду, мы же в ресторане будем кушать, поэтому я просто выпью чашечку кофе, водички выпью и скушаю вот такое пирожное. Сейчас вот выбираю, смотрите, вот такие пирожные появились, белорусские, белак, вот такие вкусы, сваренные скушеночкой и с вишней. Здесь темная вафля, здесь светлая вафля, вот эту я уже пробовала, так что сегодня попробую вот эту с карамельками, такие как венские вафли, очень пропитанные, сочные, в общем, с кофе очень-очень даже прикольно. Без кофе они так немножко, знаете, суховаты, поэтому я люблю с кофе.